22 февраля прошла конференция НАСА, на которой астрофизики сообщили о сенсационном открытии. При помощи наземных и космических телескопов, в том числе очень большого телескопа Южно-Европейской обсерватории, была обнаружена планетная система ультрахолодного красного карлика под названием Трапест-1. Планеты назвали Трапест-1b, C, D, E, F, G и H, по мере удаления от звезды. Планетная система Трапест-1 в созвездии Водолея в 40 световых годах от Солнца принадлежит как минимум два рекорда по количеству землеподобных планет и по количеству планет в обитаемой зоне, на которых может быть жидкая вода, необходимое условие существования жизни. Четвертая, пятая и шестая от звезды планеты в системе Трапест-1 находятся в обитаемой зоне своей звезды. На них высоковероятное существование жидкой воды, на седьмой может оказаться слишком холодно, а на первых трех слишком жарко. Измерив изменение яркости красного карлика при прохождении его планет между ним и наблюдателями на Земле, ученые смогли оценить массу и плотность планет, а также смоделировать их вращение. Оказалось, что размеры всех шести планет сопоставимы с размерами Земли и Венеры. Данные относительно седьмой планеты пока недостаточно точны. Самый красный карлик Трапест-1 очень маленький, он только немногим больше Юпитера в диаметре, а по массе равен 8% массы Солнца. Его планетная система очень компактна и по размерам напоминает Юпитер с его галилеевскими спутниками. А орбита самой длинной от звезды планеты Трапест-1H намного меньше орбиты Меркурия. Год на этих планетах длится от 1,5 до 73 дней. Однако, несмотря на то, что все планеты находятся очень близко к звезде, как минимум на трех из них может быть не слишком горячо для существования жидкой воды, а возможно даже и океанов или хотя бы капель. Дело в том, что Трапест-1 не самая яркая звезда в галактике. Количество энергии, которое получают Трапест-1C, D и F сравнимо с количеством энергии, которая доходит от Солнца до Венеры, Земли и Марса соответственно. Данные о плотности позволили ученым предположить, что как минимум 6 из 7 миров звезды Трапест-1 состоят в основном из горных пород, и этим тоже напоминают планеты земной группы Меркурий, Венеру, Землю и Марс. Жидкая вода теоретически может обнаружиться на всех семи, хотя вероятность найти ее на трех из них выше, чем на остальных. На первых трех от звезды планетах Трапест-1B, C и D, вероятно, слишком жарко, хотя вода может быть там в небольших количествах, затененных уголках. А самой далекой от звезды планеты Трапест-1H известно меньше, чем об остальных, потому что измерения, связанные с ней, оказались недостаточно точны. Однако астрономы предполагают, что она может оказаться слишком холодной, и жидкой воды на ней нет, если только планету не разогреют идущие в ее ядре процессы. Метод исключения оставляет три планеты – Трапест-1E, F и G, на которых вполне могут плескаться моря и океаны. Астрофизики давно предположили, что искать жизнь следует именно вокруг холодных и неярких красных карликов. При существующем уровне технологий невозможно разглядеть атмосферу экзопланеты, если она вращается вокруг большой и яркой звезды. Зато тусклое излучение красных карликов может позволить определить ее наличие или отсутствие и состав. Заняться поиском атмосфер планет системы Трапест-1 ученые планируют после запуска новых мощных телескопов – наземного европейского чрезвычайно большого телескопа и космического телескопа Джеймса Уэбба. Друзья, как вы думаете, найдут ли ученые жизнь на этих планетах? Напишите, что вы думаете в комментариях. На этом все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok